Ладно, поехали. Нормально делай, нормально будет. Сегодняшний вопрос, который я бы хотел разобрать, это функции, которые на вход принимают 32 бита данных. В частном случае это функции, например, которые принимают 32-битные целочисленные числа. И хотел бы я поговорить о тестировании, а можно даже сказать верификации, проверке корректности таких функций. То есть давайте запишем некоторые предусловия. Первое предусловие 32 бита или даже меньше, чем 32 бита. То есть давайте меньше, чем 32 бита данных на входе. И второе предусловие. Функция должна быть чистая. В английской терминологии pure. Это значит, что у функции не должно быть сайд-эффектов, это должна быть исключительно вычислительная функция, которая результат наружу выдает только по данным, которые ей передали через параметры. Один из примеров такой функции, это функция, которая принимает на вход целое число. Какие еще функции подходят под наши критерии? Какие еще чистые функции? Например, функция, которая принимает один float. С inton тут, естественно, нужно быть аккуратным, потому что, например, в языке программирования C++ четкий стандарт int не специфицирован. В спеке языка написано, что size of int меньше либо равен size of long, а конкретное значение не написано. Но мы здесь говорим исключительно о 32-битных целых числах. Не обязательно знаковых, можно без знаковых. В Яве и C-шарпе там битность четко определена. Какие еще функции под наше определение подходят? Это, например, функции, которые принимают на вход, например, 3 байта. Тремя байтами зачастую кодируется цвет. Например, байт на красный канал, байт на зеленый канал, байт на синий канал. Различное количество функций таких можно придумать. Где они могут возникать? Например, для int-ов или float-ов это могут быть функции кодировки. Мы пишем какой-то архиватор, который... И вот функция у нас есть архивации чисел. На вход приняла число, на выход выдала сжатый его вид. Либо функция, вот как, например, наша собственная вот здесь фу, которая возвращает строку. Какая-то функция форматирования. Мы можем писать, например, банковское приложение, которое как-то хитро печатает или форматирует деньги и еще что-то с ними делает. Различные функции подобные можно напридумывать. Или еще пример из разработки игр, функции быстрых расчетов. Например, мы хотим написать очень-очень быстрый тангенс или очень быстрый косинус. И все стандартные нас не удовлетворяют. Мы пишем под какую-то эзотерическую консоль. Например, Nintendo выпускает новый Switch 3 со своим там каким-то странным железом. Мы программируем под эту консоль. Ну, разные ситуации бывают. Иногда охота кастомную вычислительную функцию написать. Окей, и что мы с этими функциями хотим поделать? В чем вопрос? Задача протестировать эту функцию. Если мы захотим подобную функцию протестировать, то если не вдумываться в глубоко, мы пойдем напишем модульный тест или еще какой-то тестирующий код, который проверит граничные условия и пару обычных условий. Давайте, опять же, сосредоточимся на нашей функции. Фу, она принимает целое число и как-то его форматирует. Логично туда попробовать передать минус 1 в качестве тестов 0, плюс 1, какие-нибудь простые числа 3, 7, максимальное число, допустимое в качестве Инта, минимальное число, допустимое в качестве Инта. Ну, все, вроде сделали. Но, тем не менее, мы не проверили полностью эту функцию. Мы проверили всего на нескольких чисел. 32-битных значений, различных объектов, которые кодируются 32-битами, их 4 миллиарда с копейком чисел. То есть их 2 в 32 степени объектов. Так вот, как делать нормально? Тут важно осознание, что перебор всех 2 в 32 степени вариантов это не такая большая по времени задача. Если у нас есть чистая вот такая вычислительная функция, которая принимает меньше или равное 32-битам данных на вход, то мы просто можем прогнать цикл и перебрать абсолютно все варианты этих данных. Давайте проверим, что это действительно не такая большая по времени задача. Допростят меня люди, которые не пишут на C++. Я сейчас напишу на C++, но здесь мы... Ну, мне сегодня удобнее писать на C++, но я постараюсь ничего тут специфичного для C++ не использовать. Давайте вот просто сейчас напишем такую простецкую интовую функцию, которая... Ну, допустим, на вход будет принимать инт, возвращать инт. Что-нибудь повычисляем. Чтобы компилятор нам тут ничего особо не соптимизировал и не выкосил нашу функцию, давайте какое-нибудь... Возьмем случайное число, прибавим к нему input, от каждого из них возьмем остаток отделения, например, натрия. Давайте остаток отделения, натрия. Чтобы у нас каких-то проблем не возникало, у нас сейчас задача проверить именно по времени, насколько долго перебрать 2 в 32 степени значений. Поэтому давайте беззнаковые числа поперебираем. Окей, взяли рант, взяли остаток отделения, натрия. Давайте здесь тоже возьмем остаток отделения, натрия. И на этом, я думаю, успокоимся. Так, что нам тут? Компилятор какие-то предупреждения дает? Точнее, не компилятор, а... ReSharper. Давайте сразу по-нормальному все тут делать. Хоть у нас тестовый код, но... Так, а не, Hello World пусть у нас тут попишется, чтобы мы знали вообще, что все работает. Ну и поехали. Так, вот здесь главное не облажаться и не перескочить самое последнее значение. О, давайте просто последнюю итерацию делать не будем. Так, нам нужно максимальное значение unsignit. Нашего беззнакового 32-битного... Так, пардон. Мы еще, поскольку на C++, все-таки мы хотим гарантированно, чтобы у нас тут было 32 бита. Пардон, товарищи, кто не пишет на C++, древний язык, поэтому приходится тут... Кучу всяких приседаний делать, чтобы код был корректным. На других языках просто вот этой всей дичи не надо делать. И что мы хотим, давайте заведем какую-нибудь... Большую переменную. И просто туда просуммируем все то, что нам функция делает. Окей, просуммировали, давайте выведем в консоль. Так, ништяк вроде выглядит. А, ну и C++, да. Все, вроде как статический анализ нам ничего не подсвечивает. Поехали компилировать это. То есть наша задача сейчас вообще прикинуть, а долго по времени, вот даже не в релизе. Я сейчас в дебаге откомпилирую этот код, запущу, и мы посмотрим, насколько долго идут вот эти вычисления. Понятное дело, что можно делать более быстрые вычисления, бывают более медленные вычисления. Ну, хотя бы прикинуть. Это вообще час, день, неделя. Сколько вообще перебрать занимает времени? 4 миллиарда значений, которые влезают в 32 бита. А то и меньше. То есть у нас функция может, например, байт принимать. 255 чисел перебрать, но очевидно, это довольно быстро. Так, ну, поехали. F5. Да, вот вам сейчас консоль, по всей видимости, не будет видно. Интересно, я успею вам вывести консоль раньше, чем оно закончится. Давайте попробуем. Но оно все еще считает. Все еще считает. Все еще считает. О, вот оно. Окей, ладно. В дебаге довольно долго, кстати, это все работает. Рант, наверное, тормозной. Так, ну раз мы в дебаге, да, мы же можем посмотреть, до скольки мы досчитали. Давайте посмотрим. Если я нигде не облажался тут. Так, это сколько миллиардов тут? Вот это, это миллионы. 206 миллионов, да? Не, в дебаге мы это долго будем дожидаться. Давайте в релизе попробуем запустить. Так, окей. Вообще функция рант довольно медленная, на самом деле. Возможно... Не совсем ее нужно было выбирать. Ну ладно, давайте в релизе это все запустим. Причем у меня тут сейчас настройки будут умолчательные. Окей, запустили. Давайте подождем некоторое время все-таки. На моих часах 20.06. Ой, 20.16, пардон. Ну, 4 минуты мы можем подождать. Посмотрим, за 4 минуты оно отработает в релизе или нет. Заодно выясним, насколько медленно или немедленно наша функция. Я так подозреваю, тут на самом деле проблема в рандоме. Но это будет хороший урок, что... Не все функции от 32-битных аргументов бывают быстрыми. Кстати говоря, на самом деле, вот такая функция, которую мы сейчас написали, она не удовлетворяет условиям, которые я написал в самом начале. Вопрос чату, где она не удовлетворяет? Да, ее надо переделать, потому что она немного не удовлетворяет, получается, моим условиям изначально. Что, чат, знаете, где эта функция моим условиям не удовлетворяет? Эта функция не удовлетворяет условиям чистоты. Она не чистая, потому что не детерминирована. Ну, она не чистая, потому что ранд на самом деле имеет сайд-эффект. То есть смотри, SpaceGreenCat. Эта функция была бы чистой, если бы она случайное число брала бы с какого-то аппаратного генератора случайных чисел, например. А ранд — это же псевно-случайный генератор чисел. У него есть глобальная переменная. При вызове рандом меняется значение глобальной переменной. Поэтому у нас функция Evaluate на самом деле не сильно чистая, получается. Ну, точнее, как не сильно чистая? Она просто не чистая. Она либо без сайд-эффектов, либо с ними. Ну, вот и она как раз, получается, у нас с сайд-эффектами. Да, я только сейчас это сообразил, не очень хороший пример. Ну, ладно, давайте тогда останавливать это дело. Давайте уберем ранд и тогда какой-нибудь input куда-нибудь сдвинуть на 2. Давайте вот так попробуем, как быстро оно вычислится. Окей, поехали считать. Я вот, кстати, не уверен насчет этого условия. Там просто с беззнаковыми числами очень легко промахнуться. Если вот, например, вот сюда поставить меньше или равно, мы на самом деле получим бесконечный цикл. О, посчиталось. Да, товарищи? Ну, то есть не сильно долго. Смотрите, мы получили чисто вычислительную функцию. Давайте еще раз запустим. То есть вот сколько? Ну, примерный порядок. Поехали. Запускаем. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь. Ну, это, конечно, очень грубая оценка. Измерительный прибор у меня тут временной так себе получился. Ну, вот я до 7 досчитал. Вот это что-то около 7 секунд. То есть мы сейчас сделали вычислительную функцию. Она у нас чистая. На вход принимает 32 бита данных. И мы примерно за 7 секунд прогнали эту функцию вообще на всех значениях. Мы проверили, то есть вызвали ее не просто на каком-то ограниченном наборе значений. Мы вообще проверили абсолютно все значения. То есть мы можем просто вот так вот механически доказать, проверить, что функция работает корректно. Что она ни на одном значении не падает. Ну, почему чистая функция может падать? Например, у нас может быть какая-то таблица в памяти. Ну, например, мы делаем быстрое вычисление какой-нибудь сложной функции и считаем по таблице. Мы же можем промахнуться по таблице, по указателю. Мы можем вылезти куда-то за границы памяти, обратиться к несуществующему элементу таблицы, элементу массива. Вот. И суть совета сегодняшнего «нормально делай, нормально будет», что 4 миллиарда значений — это не так много. Проверить их все просто механически — это не что-то такое космическое, зазорное. Вот сейчас у нас около 7 секунд это заняло. Когда я занимался программированием трехмерной графики в 2GIS, у нас прям на одну функцию кодировки и был такой полностью исчерпывающий тест написан. В случае, когда у нас инты или беззнаковые целые числа, то написать такой тест легко. Когда же мы используем флоты, то мы не можем написать примерно вот так. Давайте сейчас обратно вернемся в среду разработки. Допустим, мы хотим перебрать все флоты. У нас не получится сделать вот так. Я думаю, по понятным причинам вот этот способ не работает. Потому что здесь происходит не то, что мы хотим. То есть мы хотим перебрать в цикле все допустимые объекты типа float. Для этого здесь нам нужно делать не приведение типов, а реинтерпретацию памяти. У нас получается целое число какое-то i. У него есть битовое его представление. Какое-то вот такое. И мы хотим вот эти биты интерпретировать так, как будто это какое-то float число в памяти. С числами с плавающей точкой это вот первая проблема. Нам нужно аккуратно сделать реинтерпретацию памяти. И в C++ это не так легко сделать корректно. Потому что если мы сделаем примерно так. Возьмем, например, адрес переменной i и реинтерпретируем его как, на самом деле, адрес на float, то вот этот код очень опасен. Потому что в C++, в стандарте C++ есть такое правило, что два указателя разного типа не могут ссылаться на один и тот же адрес памяти. То есть тут довольно легко отхватить undefined behavior. В C Sharp и в Java тоже нужно поковыряться, как память. Просто биты памяти реинтерпретировать как float. Но при должном старании это можно нагуглить. Еще вторая проблема при переборе флотов возможная, которую надо или не надо обруливать. У чисел с плавающей точкой есть довольно много всяких эзотерических значений, вроде ноты number, положительные и отрицательные бесконечности. Там всякие нормализованные и денормализованные числа с плавающей точкой. Нужно убедиться, что ваша функция с ними работает. А в остальном, вот просто цикл перебрать все значения флота, это вот порядок секунды. Причем у меня тачка не самая мощная. У меня процессор выпуска примерно 2013 года. То есть ему уже 7, ему 8 лет. Современные процессоры пошустрее будут. И частоты там побольше немножко где-то. И архитектура там в целом все лучше. Вот. Но самое главное, что я до вас хочу донести, товарищи, это то, что если у вас есть чистая функция, если у вас есть чистая функция, которая на вход принимает не больше, чем 2 в 32 бита данных, то у вас есть все шансы просто верифицировать эту функцию, перебрав вообще все возможные значения и проверив, что на выход она дает то, что нужно. Даже если внутри этой функции вы используете генератор псевдослучайных чисел, ну сегодня на стриме мы не хотим этого ждать, но вот мы сколько там, пару минут в дебаге мы подождали, 200 миллионов мы перебрали. Я думаю, за час оно отработает. Но даже час кажется много времени, но это время потраченное на то, чтобы полностью верифицировать, что функция работает. Мы вообще доказали, что она работает, с ней больше ничего не нужно делать, ее не нужно там тестировать, там еще что-то. Не, ну ее нужно постоянно тестировать на предмет, а вдруг в ней что-то поменяли и сломали. Это понятно. Вот. Если ни у кого по этому вопросу нет вопросов, можете пока что в чате что-нибудь спросить на эту тему. Будем плавно переходить к код-ревью. А, ну вот, например, еще что я хотел здесь сказать по поводу верификации. Если мы, например, пишем функции кодировки-декодировки, например, какая-то странная функция сжатия, которая умеет float сжать какой-нибудь 16-битный инт. С одной стороны, с первого взгляда может показаться, что это сжатие с потерями, ну, оно и есть сжатие с потерями, да. Так. Или нет? Ну ладно, давайте тогда сейчас в потери пока не будем углубляться. Давайте у нас вот какая-то такая странная функция кодировки. И какая-то функция декодировки. Вот такие парочки как легко проверять? Нам нужно проверить, что... Мы закодировали, декодировали и получили... То же самое, что было. Вот так мы можем верифицировать сразу пару функций, что они работают адекватно. Да, вот это последнее, что я хотел на... На эту тему сказать. И начинаем плавно, очень плавно переходить к разделу код-ревью. Сегодня мы смотрим код третьего дума. Тот самый третий дум от id Software. Его исходники полностью открыты. Их можно найти на гитхабе. Любой желающий может зайти в Google, набить Doom 3, Source Code. И у id Software на гитхабе выложены исходники различных их игр. Тут есть первый дум, второй квейк, третий квейк. И пока у меня тут среда разработки оживает и... Все это грузит. Какова наша цель? Что мы хотим увидеть в этом коде? То есть мы будем смотреть какую-то тонну кода. Наша цель, как обычно. Мы этот код используем как предлог для приятной беседы на тему гигиены кода. У нас тут нету задачи попоказывать пальцем, посмеяться. Ой, смотрите, вроде такие там бешеные деньги на своих играх зашибают, а код не умеют писать. Не, у нас этой задачи нету. У нас нету задачи посидеть, подивиться, там, помолиться классным программистам из id Software в духе, что все, что они пишут, это очень круто. Они же Doom написали, они же Quake сделали. Там же сам Джон Кармак сидит. Такой цели у нас нету. Цель у нас здесь ровно такая же, как в университете на экзамене. Экзамен и билет на экзамене это всего лишь предлог, повод для приятной беседы между экзаменатором и студентом. А вообще экзамен это такая же часть обучения, как и семинары, контрольные работы. Просто в иной форме еще один способ закрепить пройденный материал. Поэтому здесь мы будем смотреть большую промышленную кодобазу. Ну, естественно, в рамках часа всю ее мы не осилим. Такие большие кодобазы даже один человек не всегда в голове способен удержать. Посмотрим готовую промышленную C++ кодобазу. Может быть, увидим какие-то ошибки, поговорим о них. Может быть, увидим какие-то интересные решения. Некоторые еще моменты, которые стоит сказать про эту кодобазу. Doom 3, если я не ошибаюсь, вышел в 2004 году. И код здесь, вот именно в плане C++, довольно старый. Тогда еще не вышел новый стандарт C++11. И вообще инженерная программистская мысль тогда была на 17 лет позади, чем сейчас. Потому что за 17 лет люди многое чего поняли, осознали. И мы здесь... Современный C++ мы не смотрим. Мы здесь не сможем как-то по достоинству оценить архитектурные решения в плане производительности. Потому что то, что нужно было оптимизировать и выжимать воду тогда, сейчас это не актуально. Сейчас железо гораздо быстрее. И можно потратить время оптимизации на реализацию каких-то фич. То есть на такие моменты мы не будем смотреть. Будем сосредотачиваться в основном на гигиене кода. Посмотрим различные файлы, где, что, как можно было бы сделать лучше или хуже. Примерно так. Space Greencat. Есть еще подход в тестировании, кажется, с Haskell пошел, когда генерируются возможные варианты входных данных. Ну, тут Haskell ни при чем. Есть просто так называемые файзеры, где мы в течение какого-то времени или сколько-то случайных просто на вход входных данных передаем. Способов тестирования огромная куча. И вообще контроль качества это отдельная профессия, как ты знаешь. То есть инженер по контролю качества, он же в простонародье тестировщик, это просто отдельная выделенная должность со своими знаниями и умениями, в отличие от программиста. Обычно это должность менее квалифицированная, менее оплачиваемая, чем должность программиста, но тем не менее. Здесь же мы в первой части нашего повествования, нашего разговора говорим о том, что некоторые вещи можно простым перебором полностью верифицировать и доказать их корректность. Ну, если мы можем сформулировать, а что такое корректность относительно нашей функции? Если мы можем это формализовать, ну а если мы даже формализовать не можем, то как мы тестировать будем? Ну вот функция что-то посчитала. То есть чаще всего мы можем формализовать понятие корректности для какой-то конкретной функции. Ну окей. Поехали. Третий дум. Я здесь ничего не модифицировал, просто открыл папку, вот как она есть. Поскольку я специалист по компьютерной графике, мне естественно интереснее всего пойти в рендерер. Давайте пойдем в рендерер и откроем здесь что-нибудь попавшееся, первое попавшееся, материал. Давайте материал откроем. Вот например материал. Ой, так, надо чуть-чуть поменьше сделать это. Вот первое же, обратите внимание, как организовано строение. Файловое, папочное. Но что, тут не очень. Это, что файлы вот здесь свалены в одну большую кучу. Ориентироваться по вот этим файлам довольно будет сложно. Название папок более-менее говорящие. Здесь понятно. Вот этот вот AAS, это по-моему какой-то формат кодирования звука. IDLib, это просто куча утилитарных функций. Ну их можно открыть, и мы тут видим какие-то контейнеры, геометрия, хеширование. Просто куча утилитарных функций. То есть название для папок более-менее понятны и ожидаемы. Название файлов говорящие, то есть системы материалов. Модель GUI, bounce track, авторендерер, декали на шлепке на стенах. Модель MD5. MD5 это известный стандартный формат хранения трехмерных моделек. То есть имена файлов нормальны, но свалены все в какую-то огромную-огромную кучу. По папкам не очень хорошо разложено. Но тут непонятно на самом деле. Это же просто слепок исходников, которые авторы выложили. Возможно в процессе работы по папкам оно и было разложено. Но в 2004 году точно никакого решарпера у них не было. И тогда, да даже и сейчас навигироваться вот по такому коду будет так себе. Ну ладно, ну вот относительно C++ здесь какое примечание можно сделать? Обратите внимание, что если делать стандартное решение в Visual Studio, то она по умолчанию создает отдельно папку для хедеров, отдельно папку для реализации. Вот не надо так делать. Здесь, как вы видите, H и CPP файлы, они лежат рядышком, поскольку это единая неделимая сущность. Ну это пережитки просто C++ как древнего языка, в других языках программирования заголовочных файлов вообще нету как данности. Ну в TypeScript есть, но там свои особенности TypeScriptовые. Ну в общем, поскольку H и CPP файл это просто части реализации одной и той же сущности, одного и того же модуля, их хранить по отдельности нету никакого смысла, только усложнение навигации по файлам. То есть мы находимся... Представьте, вот все вот эти файлы CPP и H файлы, они были бы разложены на две папки. Мы хотим поправить что-то в H файле, нам нужно тут же идти править CPP файл. Мы берем, листаем, куда-то долго идем, здесь они рядом лежат, навигация как минимум простая. Ну ладно, давайте посмотрим на код. Ой, какой большой код-то, сколько тут строк? 2000 строк? Жуть. Ну давай, со всем кодом тут, конечно, не очень разгребаться. Ну вот первое, что бросается в глаза, господа, что тут не очень. То есть в системе контроля версий лежит какой-то закомментированный код. В целом правило такое, никакого закомментированного кода в системе контроля версий быть не должно. Потому что вот этот закомментированный код, он не компилируется, он не проверяется, он не тестируется, и со временем при развитии кода базы он протухает. И вот, допустим, я прихожу и хочу раскомментировать этот код, посмотреть, что он работает. Нет, давайте я его раскомментирую. Вот смотрите, я его раскомментировал, уже не компилируется. То есть что такое name? То есть мы видим вообще проблему вот с тем, что у нас в кодобазе бывает закомментированный код. Мы его раскомментируем. То есть зачем этот код? Зачем его оставили? Если это не мусор, если это что-то полезное. Хорошо, давайте раскомментируем этот код, если он несет какую-то пользу. И что мне сейчас с ним делать? Тут хотят какой-то name, которого и след простыл. Откуда этот name? Что вообще происходит? Неоткуда его брать? Что тут вообще считается? Потом, если код с багами, зачем он тут находится? Если код представляет какую-то ценность и его жалко удалять, то мы всегда можем по системе контроля версии откатиться на предыдущую версию файла и посмотреть этот код. Если код жалко удалять, ну оставьте код, напишите на него модульный тест и пусть он дальше живет в кодобазе, если он полезный. Если это какая-то отладочная функция, которую по месту охота написать, отладиться и строчку вызова удалить. Например, какая-то отладочная печать. Мы хотим в консоль вывести какие-то данные, которые мы потом не хотим выводить. Ну окей, напишите тест на эту функцию, пусть эта функция хотя бы компилируется и тест проверяет, что она не падает. Иначе это вот такой вот мусор, который тратит на себя время с разборками. Мы потратим там 3 сколько-то там, n часов на выяснение, что код проще выкинуть и с нуля написать, чем его раскомментировать. Господа, на дворе 2021 год используйте системы контроля версий. Окей, едем дальше. Довольно странные тут какие-то примечания. То есть смотрите, вот здесь помечают комментарием, что у нас дальше идет функция idMaterialPrint. Окей, а допустим мы захотели переименовать. Мы взяли и переименовали SuperPrint. То есть нам нужно пойти вот в этом комментарии не забыть, переименовать этот принт в SuperPrint. То есть требуется какая-то дополнительная непонятная работа. Причем вот 100% где-то в этой здоровенной кодобазе есть вот такие протухшие комментарии. А если их нету, то разработчики потратили уйму времени для ручного сопровождения и синхронизации вот этих комментариев. Если вот это сопровождение было не ручным, а какую-то автоматизированную тулу они сами написали, какой-то инструмент, ну окей, ладно. Но все равно смысл вот таких вот пометок не особо понятен. Потому что, ну вот сейчас у меня Visual Studio, я тут фактически проект не открывал. В Visual Studio я открыл просто папку. Ну тут есть режим открыть папку. Но если бы я открыл этот проект Visual Studio как проект, она умеет мне здесь список методов показывать вот в этих выпадашках. Она просто может мне показать список методов, у меня по ним есть навигация, зачем вот эта вот разметка. Она абсолютно бессмысленна. Она может быть имела смысл в какие-то древние 80-е годы, когда писали в блокнотах, не было никаких систем контроль версий, машины были тормозные. И еще какие-то, может быть, были особенности, про которые мы сейчас в нашем светлом будущем не знаем. Но в современном мире вот такие комментарии. Бесполезный мусор, который просто тратит на себя время. Окей, материалы, материалы. На самом деле я хотел глянуть не материалы. Здесь был один классец, очень-очень интересный. О, Cinematic. Давайте на Cinematic посмотрим. Вот этот файл не такой монструозный, не 2000 строк кода. О, здесь классическая C++ ошибка. То есть я просто взял, открыл исходный код Дума 3-го, и сходу увидели ошибку. Но это, конечно, прикольно, но тут какой вывод вообще нужно сделать вот из этой ошибки? Для начала, что за ошибка? Смотрите, господа, Destructor. Destructor класса Cinematic. Если кто не знает, что такое Destructor, не знаком с C++, кто из Java и C Sharp пришел, это некий аналог финализатора. Когда у нас объект удаляется из памяти, ему позовут Destructor. И здесь в этом Destructor вызывается функция Close. Окей, давайте сходим, посмотрим на наш класс. На класс Cinematic. Ит Cinematic. Окей, окей. Функция Close виртуальная. То есть эту функцию могут переопределить в классах-наследниках. И простое и понятное правило C++. Вызовы функций в Destructor не виртуальны. В других языках Destructor в C Sharp и в Java нету, но там действует то же самое правило про конструкторы. Вызовы виртуальных функций в конструкторе не виртуальны. Вызов функции в конструкторе будет ровно тот, в каком типе эту функцию вызывают. В C Sharp тоже есть Destructor, Dart, Leopard? Нет, в C Sharp нет Destructor. То, что ты называешь Destructor в C Sharp, это на самом деле финализатор, и он вызывает... У него, скажем так, сильно другая семантика, не как в C++. Ну, технически они, может быть, называются Destructor, но это не то же самое, что Destructor в C++, но это не суть дела, это не сильно важно. Важно то, что... Во-первых, правило, что в конструкторе и в Destructor, первое, что нужно запомнить, это особенные функции. Что конструктор, что Destructor. и правила написания кода, что там, что там, несколько более критичны, чем правила написания кода, несколько более строгие, чем правила написания кода в других функциях. В этих функциях нужно быть аккуратнее. Например, в них лучше минимизировать вызовы вообще любых членов нашего класса, то есть функций. Ну, понятно почему. Потому что у нас есть иерархия наследования, нам конструирует объект, у нас еще не сконструирован, например, класс потомок наш, у нас идет конструирование нашего пока что базового класса, а мы вызываем виртуальную функцию, которая имеет реализацию только в классе... Понятно, в классе наследники. С деконструкцией ровно та же самая проблема. У нас куски объекта разрушаются постепенно, и мы тут можем понавызывать. Поэтому в языке простое правило, все вызовы функций в конструкторах и в деструкторах, они не являются виртуальными. Отсюда простое гигиеническое правило. Лучше вообще не звать функции в конструкторах и деструкторах, или постараться минимизировать их вызовы. И уж точно не звать виртуальные функции. Но этот совет, он получается такой, немного следи за собой, будь осторожен. Ну, с ним можно накосячить все равно. Можно что-то прощелкать, можно что-то не заметить, и случайно вызов все-таки просочится. Что с этим делать? А с этим делать следующее. Как вы можете заметить, вообще-то среда разработки мне подсвечивает, что здесь накосипорили. Она мне сообщает, что call to virtual function inside a constructor is resolved at compile time. То есть вызов будет невиртуальный. И здесь правило простое. У вас не должно быть предупреждения от среды разработки, от компилятора. Они все должны быть исправлены. Используйте инструменты современные, статические анализаторы, там, PWS Studio, ReSharper, статический анализ IntelliGID. Есть огромная куча бесплатных, или полубесплатных, или платных даже инструментариев, которые на халяву вам находят ошибки. Вот эту вот штуку я же заметил не потому, что я такой глазастый. Я открываю Visual Studio и смотрю, о, приплыли тапочки к дивану. Это повод обновлять свой инструментарий, использовать максимально доступную вам новую версию, использовать все доступные средства анализа кода, потому что это исправление багов почти что бесплатно. Бесплатно в плане вашего затраченного времени. Вам ничего не нужно делать, вам находят баги. Некоторые инструменты из этих, конечно, платные. Поэтому бесплатные в плане затрачиваемого вами времени. Где очищать память, если не в Деструкторе? Товарищ Дездромок, ты не понял идею. Я не говорю, что не надо очищать память. Я говорю, функции не надо звать. То есть, delete чего-нибудь, удалить какую-нибудь выделенную память, позвать какую-нибудь статическую функцию, какой-нибудь фри. Это все без проблем. Делайте что угодно. Просто не надо звать методов класса. Прежде всего, нужно минимизировать вызовы методов класса. Ну, сторонние функции можно звать. Которые просто отдельные функции, которые, ну, независимые функции, которые не члены нашего класса. С этим-то нет никаких проблем. Ну, окей, ладно. Не будем тут портить исходный код третьего дума. Поедем дальше. Посмотрим. Давайте посмотрим, ну, вот какая-то функция. InitFromFile. Окей, путь. Находимся ли мы в цикле. Получаем файл name. Приводим к нижнему регистру. Сравниваем. А не является ли это какой-то хитрый файл. А, это не загрузка из файла. Это некий класс SendWindow и InitFromFile. Ну, окей, какой-то код происходит, какая-то логика выполняется. Первое, к чему тут можно придраться, и что бы тут неплохо сделать, где проверки входных аргументов. Или ImageFromTime. Сюда приходит время. Где проверка, где assert на то, что миллисекунды не отрицательны. Опять же, если мы пишем компьютерную игру, это довольно сложное изделие, там, жесткие требования по производительности. Да, в рантайме, откомпилированном, мы, может быть, не хотим делать лишние проверки. Но в отладочном режиме, почему не использовать тассерты? Они в релизе вырезаются. Окей, ну, надо отдать должное. Обратите внимание, именование. Вот то, что сюда приходит миллисекунды, это довольно важно. Ведь как по-другому мы могли бы реализовать эту функцию? Мы бы могли написать, что Time. ImageFromTime. И отдаем сюда время. Но тогда непонятно, а время что? Года, месяцы, дни. То есть вот здесь довольно аккуратненько написано, что это миллисекунды. Вообще, лучше, конечно, использовать типизацию и вместо Инта завести соответствующий тип. Тем более в CEC++ типизация делается в плане потерь производительности, в плане цены абстракции, ну, просто минимальнейшими усилиями. В рантайме почти ничего не требует. Но тут хотя бы так постарались, использовали имя миллисекунды, хотя бы понятно, что здесь хотят. А вот это вот интересно. Интересная конструкция. У нас некое окно, у него запрашивают длину анимации, мы возвращаем минус один. Во-первых, animation length, в чем оно измеряется? В количестве кадров, в минутах, секундах. И вообще длина отрицательная в виде минус единицы это бомба замедленного действия. Вот такое вот, ну, довольно неожиданное поведение. Вы у класса запрашиваете animation length, а вам минус один вернули. Интересно, а мы сможем найти здесь использование? Вот я не уверен, что Visual Studio или ReSharper осилят это. А нет, слушайте, нам нашли даже использование. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим места, где используют вот этот метод animation length. О, в том самом материале, который мы открывали. Окей, cinematic length. А вот здесь смотрите, товарищи, какая интересная конструкция. Вот есть материал, и у него есть длина какой-то кинематографической вставки. Ну, возможно, имеется в виду какая-то видеотекстура. В игре нам нужно отобразить, например, телеэкран, на котором идет анимация, что-то в духе этого. Ну, я так подозреваю, этот код за это ответственен. И смотрите, обработка корнер кейса. Если у нас нету стадий, или у нас нету кинематографической заставки, то cinematic length вернуть 0. Или вернуть, мы берем нулевую стадию, берем текстуру, и у нее запрашиваем animation length. То есть смотрите, в случае, если нету анимации, возвращается 0. Правильно? То есть нету анимации, мы возвращаем 0. Но давайте вернемся вот сюда. А этот класс, экземпляр этого класса, в случае, если нету анимации, видимо, у этого класса всегда нет анимации, он возвращает минус 1. Смотрите, какой прикол. То есть вот это вот косяк того, что знание здесь расползлось. Тут начали использовать какие-то минус единицы. Вообще тут суть в чем? Вот этот вот с ND window, давайте сходим, посмотрим, кто такой с ND window. Это наследник класса cinematic. И он возвращает вот там вот минус 1. То есть здесь... Смотрите, как это по-другому нужно было бы сделать. Сейчас... Сейчас... Надо на доску переключиться. Давайте переключимся на доску. То есть что получается вот здесь в коде третьего дума сделано? На эту тему мы будем говорить более подробно на следующем стриме про виртуальные функции. Итак, смотрите, у нас есть базовый класс cinematic. Я сокращенно cinematic напишу. У нас от него был наследник там что, SND window, да? И он у нас возвращал минус единицу. И у нас был материал, да? Материал же или кто? Давайте, товарищи, проверим. Материал является наследником класса cinematic. Так, вот он наш материал. Давайте сходим в материал. Ай, декаль. Кто такая декаль? Просто какой-то класс. Ну ладно, материал не является наследником. Давайте вернемся на доску. То есть у нас есть класс cinematic. Есть его наследник, который возвращает минус единицу. Есть какой-то внешний код, который у класса cinematic зовет длину. То есть у нас вот здесь написан некий общий алгоритм по работе с вот этим cinematic. и этот алгоритм портит класс наследник. Как полечить эту проблему на архитектурном уровне? Класс наследник просто не должен быть ответственен за вот эту вот логику в случае отсутствия у нас в случае отсутствия у нас какой-либо анимации. То есть вот эта вот логика, которая определяет, что у нас анимации нету, вот эту минус единицу вообще по-хорошему надо бы затащить в базовый класс. И класс наследник не должен рулить вот этим умолчательным значением. В базовом классе должна быть базовая реализация метода length, которая что делает? Если у нас нет анимации, мы возвращаем 0. Иначе мы возвращаем, и тут уже идет вызов виртуальной функции. то есть вот эта вот функция length наша, она должна быть не виртуальной, в ней должен быть написан вот этот вот код, который гарантирует всем внешним потребителям этого кода, что если нет анимации, у нас всегда будет 0. И вот уже здесь должен быть вызов виртуальной функции, какой-нибудь length, например, импл, в которой уже класс наследник что-то там делает. При этом неплохо бы в базовом классе еще завести какую-то константу, которая говорит, что нет анимации. Это 0 или минус 1. Ну, вернемся в наш код, вернемся в наш материал. То есть вот здесь это прям продолб, и это бомба замедленного действия. В итоге, если все-все суммарно подсчитать, вот подобный код просто удорожает разработку. Разработка игры становится дороже. Не потому что создание компьютерной игры это очень сложный процесс, нам нужна куча джонов, кормаков, а наоборот, создание игры получается очень дорогим, потому что у нас программисты, кстати, не обязательно игры, произвольного программного продукта становится дороже, потому что у нас программисты пишут не очень грамотный код. То есть смотрите, получается, какой размен. Мы нанимаем, например, низкоквалифицированных программистов, они пишут вот такой код, этот код получается с багами, мы его дольше отлаживаем, мы в нем допускаем кучу багов, несем из-за этого финансовые потери, нам нужно выправлять баги. То есть мы сэкономили на программистах, но один фиг мы потратили кучу денег в итоге на доведение кода до ума. Может, стоило сразу нанять квалифицированных программистов или потратить деньги на их обучение? Ну, не всегда, правда, у бизнеса бывает на старте достаточно денег, для найма высококвалифицированных кадров, поэтому иногда приходится экономить и разменивать качество софта на цену его изготовления. Ну, ладно, продолжим смотреть код. Вот что тут нужно отметить? Функции помечены как константы. вот это вообще интересно. Вот функция получения длины кинематографической вставки, ну, понятно, что она константная, она не должна ничего менять, это получение длины, мы просто делаем чтение. Получение высоты, то есть get image high, получить высоту картинки, ну, окей. У нас тут константа. О, кстати, зацените, товарищи, все-таки здесь люди иногда ассерты используют, иногда у них есть ассерты. Окей. get image high функция константная. А теперь update cinematic. Ладно, эта функция ничего не делает, скорее всего, у нас есть какие-то наследники материала. Иначе зачем нам здесь пустая функция? Но эта функция update, она явно что-то меняет. Какого черта она константная? Или функция, которая делает close cinematic. Смотрите, господа. То есть close cinematic это константная функция, которая, по идее, ничего не должна менять, да? Но она берет и удаляет память, чистит память. То есть такая себе константная функция. Вот так вот не нужно делать. То есть мы всему миру снаружи заявляем, что мы константны, а сами грубо нарушаем этот контракт. Причем вот эта функция, она нарушает так называемый закон Диметры. Это что тут, вот формальный признак этого закона, это когда мы лезем слишком глубоко по объектам. Когда мы внутри класса, например, работаем не просто со своими полями, а лезем в поля этих полей, этих полей. То есть смотрите, здесь мы как глубоко лезем внутрь вот этой вот абстракции. То есть это уже признак, что возможно с функцией что-то не то, возможно что-то слишком она такое делает. Вот. То есть вообще интересно, вместо того, чтобы вот тут есть итак, кинематографическая вставка, вместо того, чтобы у фазы этой вставки позвать метод например close, завести метод close, который абстрагирует от нашего кода все вот эти детали, которые нужно сделать, мы берем и здесь чистим. То есть проблема с этим кодом какая? Давайте предположим, что наш вот этот stages, кто такие stages? Это некоторый shader stage. То есть вот у нас есть какой-то shader stage. Давайте предположим, что здесь у нас появятся еще какие-то поля. То есть вот здесь у нас есть текстура cinematic, мы и close зовем. То есть вот здесь есть текстура. А давайте здесь появится текстура 2. То есть мы взяли вот эту штуку, поредактировали вот эту структуру и теперь нам нужно не забыть во всех местах в коде, где есть чистка пойти и везде добавить вот еще и вот такую вот какую-то подобную конструкцию. То есть ну окей, из каких-то соображений производительности у нас это голая структура. Например, там выжимали воду из камня и прям нужна структура, чтобы там, я не знаю, data oriented дизайн делают и все такое, код максимальной производительности. Но окей, почему это мешает вам сделать нормальную абстракцию? Сделайте нормальную абстракцию, окей, пишите вы не объектно-ориентированный а процедурный код. Почему не завести просто функцию close где-то рядом с той структурой? Ну то есть, я думаю, понятны проблемы этого кода. По формальным признакам, здесь нарушается два формальных признака. Первый, грубое нарушение контракта. Функция константная таковой не является. Второй формальный признак закон Диметра. Мы тут идем слишком глубоко. К чему это может привести? Я показал пример. При сопровождении этого кода могут возникнуть проблемы некоторые. То есть, если вы делаете игру не на выброс в духе, вы ее выпустили, закатали на болванки диски, продали и забыли про эту игру как страшный сон. Если вы делаете какой-то сервис, например, онлайн-игру, которая 10 лет живет или больше, то вам с этим кодом жить десятилетие. Вам на нем деньги зарабатывать еще очень долго. Такое себе, конечно, тут решение. Ну, окей, поехали дальше. Тут походили, посмотрели. Давайте куда-нибудь еще пойдем. Всю эту кодобазу нереально осилить ни за час, ни за день, ни за сколько-то еще времени. Давайте сходим куда-нибудь. Ну, просто еще тут рандомно пошатаемся. О, матрица. Давайте посмотрим на матрицу. Так, тут примечание, что какая-то старая матричная арифметика. Да, это какой-то лего-си-код. Тут еще руками написаны SSE оптимизации. Давайте сильно лего-си-код не будем смотреть, не очень интересно. Потому что тут явно будут какие-то пережитки прошлого, деревянные игрушки прибитые к потолку. Ну, вот откроем, например, GUI Model. Ну, вот сходу, если мы пишем какие-то вот такие константы, то безымянное пространство имен из принципа максимальной защищенности не забываем делать. Потому что случайно или преднамеренно из другой единицы трансляции могут получить доступ к этим константам. Ну, зачем? Если мы хотим, чтобы эти константы были гарантированы только в этом cpp-файле, надо использовать безымянные пространство имен. Вот тоже пример не самого удачного решения. Смотрите, конструируем объект класса GUI Model. Ну, какой-то GUI Model, да? У нас есть shader Params. У нас есть shader Params, мы их берем и заполняем. заполняем единицами. Давайте посмотрим, что такое shader Params. Shader Params, ну, какие-то shader Params, окей. Какие-то параметры shader. Как они еще тут используются? Давайте посмотрим. Окей, как-то используются. то есть что такое shader Params? Ну, из компьютерной графики shader это программа, выполняющаяся на видеокарте. То есть какие-то параметры для параметризации видеокарты. Окей, понятно. Так что за параметры? Параметрами на видеокарту можно передавать вообще данные произвольного формата. Что угодно мы туда можем передать. Там хоть килобайт данных можем запихать на самом деле. Дум выходил в 2004 году, тогда килобайт еще туда нельзя было передать на видеокарту, но тем не менее данных много можно передать. То есть что такое shader Params в этом коде непонятно. Но мы смотрим и здесь написан комментарий. Единичный цвет для некой функции Draw Surf. Ну видимо Surf тут имеется ввиду Surface, поверхность, какая-то отрисовываемая поверхность. Регистр Evaluation, то есть единичный цвет для вычислительных регистров какого-то Draw Surf. Внимание вопрос, господа, а зачем шифровать это, почему нельзя вот этот комментарий внести вот в этот shader Params? Нам будет легче читать код? То есть мне непонятно, зачем в комментарии писать то, что можно было написать в имени переменной. Окей, при этом вот этот же комментарий его надо сопровождать, вот этот код завтра могут куда-нибудь скопипастить тудом-сюдом. Так, вопросы в чате. Что сделать, если одна константа нужна в нескольких файлах? Как это оформить? Заголовочный файл оформляешь и все. В C++ делаешь заголовочный файл, там пишешь вот так вот const float и все. И поехали. То есть через заголовочный файл размножаешь эту конструкцию и все. Если константа не примитивного интегрального какого-то типа, не встроенного типа, а какая-то сложная константа, сложный конструируемый объект, то объявляешь в заголовочном файле его как extern, а реализацию пишешь в cpp файле. окей, давайте поедем дальше. Посмотрим тут на эту GUI модель. О, emit surfaces. Что тут происходит? Для полноэкранного GUI мы можем добавить на каждую поверхность стереоскопические эффекты глубины. Ну, окей. Очистили память, покопировали память. Для оружия чего-то тут какой-то хак применили. Из GUI surface. Вот это место, кстати, это хорошее место, где писать, а что за хак? Какого черта и что тут за хак? Вот это хорошее место для комментирования. Окей, есть ли это in-game GUI трам-пам-парам? Вот здесь примечание, что нам тут нужно сделать. Вот до сих пор мы, кстати, товарищи, смотрели код, вот это обратите внимание по поводу качества кода. Тут, конечно, сокращение используется. Нам, серф, опять нам. Ну, то есть сокращение тут, конечно, есть, но в целом мы читаем код и он понятен. Он, конечно, тут великоват, много логики, ну, игра у нас большая, сложная. Это еще отдельный вопрос, а можно ли было этот код проще сделать? Но в целом код понятен. То есть мы читаем и, ну, понятно, что происходит. Там, завели матрицы, поперемножали их, транспонировали. То есть несмотря на сокращение, код в целом написан на английском и понятно, что происходит. Мы в нем можем поразбираться. Давайте сходим в Image Manager. Так, у нас стрим идет уже час 14. Ну, еще немного пошатаемся по этому коду и будем переходить к ответам на вопросы, к болтовне. Не по делу. Так, ну, окей, опять какие-то копирайтные примечания, это не очень интересно. Глобальные переменные. Приятные вам, господа, отладки и тестирования ваших глобальных переменных. Причем, тут у нас есть Image Manager и указатель на этот Image Manager. Просто жуть. Интересно, а кто этот глобальный images, кто использует? Ох, как много мест, которые используют. Давайте посмотрим, а нет ли тут каких-то, может быть, проблем? Нету ли глобальных переменных, которые может быть, используют этот Image Manager? Кажется, нет. Кажется, эту глобальную переменную используют только по месту. Ну, то есть, в чем проблема глобальных переменных? Правило гигиеническое простое. Глобальных переменных быть не должно. Проблемы с ними очень сложно писать параллельный код с глобальными переменными. Это место синхронизации, место постоянных багов, классические проблемы с порядком инициализации глобальных переменных, что он зачастую не определен между различными местами, где объявлены глобальные переменные. Приятного вам модульного тестирования вот этого кода. То есть, вот этот код с этими глобальными переменными, я более чем уверен, что никто модульные тесты здесь не писал. Ну, их очень сложно писать с глобальными переменными. Скорее всего, тут просто все руками тестировали. А это, как обычно, просто игра делается, или наш программный продукт изготавливается дороже и дольше. Когда вы видите очередные срывы сроков игры, это не обязательно значит, что продукт оказался слишком сложный. Возможно, менеджеры решили сэкономить и наняли не сильно квалифицированных программистов, которые очень долго отлаживают из-за того, что они не могут по-нормальному писать код. То есть, глобальные переменные это проблема. Их быть не должно, и пишите код по-другому. Очень-очень редко нужны бывают глобальные переменные. Это вот, ну, когда технически невозможно. Здесь же код полностью написан с нуля. Я ни за что не поверю, что нельзя было без вот этого id-менеджера написать код. Понятное дело, что когда код написан, избавиться от этой глобальной переменной сложно. Но, допустим, задача. Мы написали третий дум, пошли писать четвертый. Мы хотим распараллелить его. Приятной вам параллелизации этого кода с глобальными переменными. Окей, консольные переменные, которые можно менять из консоли. Вот. Вообще, вот такие вот консольные переменные, вот так понашлепанные в коде, это тоже та еще конструкция. С одной стороны, они позволяют легко отлаживать игру. То есть, вот это, мы объявили здесь консольную переменную, и в игре могут вызвать консоль и понастраивать нам что-то в игре. Это довольно удобно при разработке игры, но возникает проблема. Окей. А где хранятся все те значения, которые в динамики гейм-дизайнер задавал в процессе разработки игры? То есть, нам нужен какой-то файлик, в котором лежат, вот здесь же, preload images, и вот здесь вот какое-то умолчательное значение для preload images, да? Это имя переменной в консоли, это ее значение по умолчанию. А вот значение, которое настроил дизайнер, оно где хранится? Это отдельный файлик, который должен лежать в ресурсах игры. То есть, мы берем, например, наш код, без ресурсов игры, он может вообще какую-то дичку делать. Ну, компьютерные игры, это, конечно, отдельный вопрос, потому что в компьютерных играх зачастую код не может существовать отдельно от данных. Данные под код подгоняются, код подгоняется под данные. Но вот такой дизайн консольных переменных, он приводит к некоторым инженерным проблемам с файлами, которые вот я описал. У вас вот это умолчательное значение, значение в коде довольно быстро начинает протухать. Потому что актуальное значение на самом деле хранится в файле, которую настроил геймдизайнер или еще кто-то, кто тюнил параметры вашей игры. При этом это опять же глобальные переменные. Вот это консольные переменные сделаны как глобальные переменные. Никакой речи о парализации этого кода или эффективности, рефакторинге его не может быть речи. Очень тяжело будет вот эти функции здесь вот в этом модуле как-то вытаскивать, переиспользовать, рефакторить, тестировать при наличии вот таких вот конструкций. Так, о, господа, у нас тут бот в чате. Товарищ дездромок, ты вот у нас модератор, смотри, если тебе не в лон, ты вот видишь спам, видишь, там спам написали. Wanna become famous by followers and viewers. Короче, бань таких сразу. А лучше пиши сразу жалобу на то, что спамят. Там можно, по-моему, правой клавишей на ник пользователя репорт и в твич зарепортить, что это бот спамит. Вот. Ну, если тебе не сложно, товарищ дездромок, смотри, то есть, я не вешаю на тебя никакую тут ответственность и все, просто, зачем нам тут мусор этот в чате, сразу бань и все. Вот. Ну, если тебе не сложно, там, я не заставляю прям отвлекаться, отвлекаться. Space Green Cat. Вот бы посмотреть код Cyberpunk 2077. Наверняка там море глобальных перемен. Ой, Space Green Cat. Мне страшно было бы смотреть на исходный код Cyberpunk 2077. Но такое лучше не смотреть. Вопрос товарища дездромок. А по поводу организации констант, которая используется в нескольких местах. То есть, нужно инклудить хедер, в котором меня интересует только одна константа. Да. Придется инклудить хедер, в котором тебя интересует только одна константа. Но если эта константа отдельная и самодостаточная, то нет никаких проблем просто для нее отдельный хедер завести. Ну, если она имеет смысл сама по себе эта константа. Ну, чаще всего все-таки обычно охота целую пачку констант и какой-то функционал, поэтому обычно такие вещи Рядом вместе лежат Ну ладно, про глобальные переменные мы тут поговорили Опять же, товарищи, я напомню Мы здесь не сидим, не показываем пальцем улой Смотрите, какой стрёмный код Этот код у нас это лишь повод поговорить о различных проблемах О том, как их решать Какие есть правила, где можно отступить от правил Где нельзя отступать от правил Я, например, сторонник такой радикальной точки зрения Что глобальных переменных не должно быть вообще Вот, просто в принципе Пишите код без глобальных переменных Ну вот опять же, тут некоторый такой старый стиль Тут пишут, что функция static И для нескольких функций это делают Ну не надо постоянно один и тот же static писать Просто вот всё, что у вас static Обрамляйте в безымянный namespace Мелкое такое примечание Большая какая-то конструкция Разбора консольных аргументов Но тут надо отдать должное Смотрите, господа Вот это, это по сути свитч Это свитч, но не по целочисленным переменным А по строкам И в чём молодец автор Простое правило любого свитча Должно быть дефолт Дефолт секция И у автора здесь везде есть Дефолт секции То есть на случай, если ни один из кейсов Свитча не сработал Мы проваливаемся здесь в дефолт секцию Это отдельный вопрос А можно, я бы сказал, скорее всего Стоит поработать над этим кодом получше Потому что так себе портянка Но с другой стороны Портянка простая, читабельная И понятно, что здесь происходит То есть вот по-прежнему Сколько мы кода видели Он легко читается Он понятен Названия здесь более-менее адекватные То есть нету каких-то там кодировок Если вы думаете, что все пишут код так То, господа В коде третьих дальнобойщиков К которым я был причастен Но я не с нуля их писал Один момент Мне от старшего товарища На саппорт достался код И там у функции был параметр Который назывался Каунт почерк 25 Вот, то есть просто у функции Был целочисленный параметр Выглядел он вот так В месте вызова этой функции В качестве этого каунт 25 Передавали 7 Приятного вам разборок в коде А что это такое? Поэтому Наша здесь цель в этом коде Была не только посмотреть Какие-то ошибки В этом коде Поучиться на этих ошибках Как их не допускать Пообсуждать Но и чему-то научиться Из этого кода И чему вот из этого кода Можно поучиться Это именование Оно тут не идеальное Но именование Более-менее вменяемое Тут хотя бы нету дичи Вроде каунт 25 Окей, окей Здесь мы пошарились Давайте еще куда-нибудь Сходим Солюшина Давайте Последнее место Последнее место Тыкаю пальцем в небо Давайте О, саунд Давайте в саунд Ходим Мы все по графике ходили А, ну вот тут вот По поводу порядка Стоит заметить Обратите внимание На именование файлов Здесь у нас CamelCase Каждое отдельное слово С большой буквы Здесь у нас Отделяются слова Почерками Какой-то бардак То есть вот такой вот Бардак приводит к тому Что несколько тяжелее читать Вот по этим файлам Делать навигацию Тяжелее делать Поиск файлов То есть, например Мы хотим что-то найти Мы ищем Префикс рендера На самом деле Тут tr Почерк какой-то Нужно делать Или Ну то есть Какая-то конвенция В именовании файлов Упрощает поиск По этим файлам А учитывая, что Код писался в 2004 году Решарпера тогда не было Навигации в духе Я нажал Ctrl L И пошел писать Имена какие-то И мне все нашли Тогда такого жира не было Тогда был только Полнотекстовый поиск По всем файлам Дарт Леопольд Очевидно, разные люди Работали здесь Да, Дарт Леопольд Очевидно, разные люди Писали этот код И Что здесь можно почерпнуть Надо следить за этими Разными людьми То есть, это задача Ведущего программиста Следить за Целостностью кода базы Ну, возможно, для В момент написания Этого кода Это не было ценностью Единый стиль Именования Что на самом деле Не правда Если посмотреть На исходные коды Например, третьего Квейка То стиль Именования Там довольно жесткий То есть, люди-то Разные писали Но Если посмотреть Например На все классы То все классы Начинаются с префикса Ид То есть, некоторые Конвенции При написании Этого кода Соблюдались Но, на мой взгляд Гораздо ценнее Например, именовать Единообразно файлы Потому что По файловый поиск Довольно частая Задача Чем все классы Именовать с префикса Ид То, что разные люди Писали Это очевидно Да Такую большую кодобазу Конечно же Будут сопровождать Разные люди Ну, давайте Саундворл Посмотрим на Саундворл Вот Разный человек Который писал Тот код Который мы только что Смотрели И этот Вот они же Эти люди Написали Вот здесь везде Префикс Ид То есть, у них была Либо автоматизация Проверки этой Либо ведущий Программист Следил за этим То есть, какие-то Конвеншены люди Соблюдали Естественно Чем больше Конвеншенов Тем больше будет Их нарушений Человеческая голова Не способна Вместить в себя Абсолютно все Если вы напишите 20 формальных правил Которые все должны Соблюдать Скорее всего Каждый из них Не будет полностью Везде исполнено Ну, тут уже вопрос Ценностей Конкретной команды Что для нее важно Тут уже Конкретный опыт Работы с конкретными людьми В конкретной предметной области Здесь уже сложно Обобщенно Рассуждать Поэтому я тут Только примечание Говорю, что Именование файлов Не в едином стиле Сделано Иногда Это может приводить К некоторым проблемам При файлом поиске Но это Если это не было Каким-то ценным Ресурсом При разработке Кода Данного Ну, окей О, здесь у нас Внутри конструктора Вызывают виртуальные методы Зацените, товарищи Но опять же Здесь я такой Глазастый Благодаря инструментарию Поэтому, господа Используйте инструментарий Который анализирует Код И не игнорируйте Ошибки Предупреждения Которые он Вам выдает Например, у нас Сейчас в проекте Над которым мы работаем У нас есть система Непрерывной интеграции Любые чихи Которые заливаются В репозиторий Они тут же автоматически На сервере Компилируются Собираются И проверяется Кода база Постоянно Не только на наличие Ошибок Или ворнингов Компиляции Но и на наличие Предупреждений От статического Анализатора Поэтому Надо не просто Обращать внимание На предупреждение Статического Анализатора Статический Анализатор Должен быть Равноправным Инструментом Вместе с компилятором И его ошибки Должны просто Приравниваться К ошибкам Компиляции Если у вас Получится Все так Грамотно Настроить Ну окей У нас есть Какой-то Soundworld Local Вообще интересно Файл называется Sndworld Внутри Нас Находится World Local А что еще тут Находится О похоже Парсер тут Распарсил Нам Да Списки Что тут еще есть Вообще прикольно Soundworld Cpp Но в нем Находится Soundworld Local И Id Active Channel Ну ладно Тут прям Локальный Какой-то Классец Помогательный Какой-то Active Channel Но Опять же Файл Назван Не так Как Назван Класс Внутри Это усложняет Навигацию По коду Навигацию По коду Делать сложнее Дольше Соответственно Задачи По чуть-чуть По чуть-чуть Это время Тратится И разработка Становится Дольше Дороже Сроки Срываются Cyberpunk 27.7 Выпускается С багами Окей Давайте Попробуем Почитать Окей Soundworld Local Затухание Громкости Очищается Класс Затуханий Мы тут Почистили Ну Типа Какая-то Изначальная Инициализация Позануляли Наш Слушатель Его Межстоположение В пространстве Занулили Ну Кучу всего Позануляли Поделали Так А где Вообще Этот Класс Объявлен Мне Интересно Я Аж Файла Не вижу В каком Файле Это Объявлено Все Snd Local Смотрите Файл Называется Snd Local Его Реализация Snd World Приятной Приятной Вам Навигации По Коду Ладно У нас тут Идет Деструктор Делаются Какие-то Резеты Ладно Ну Считаем Что тут Все Как-то Грамотно Занулилось Зачем-то Адреса В памяти И Если Кто-то Попортил Память Какой-то Жуткий Косяк Пошел И Вот Эти Адреса В памяти Начали Использоваться Как Честные Живые Данные То Их Зануление Вот Так Ну Оно Может Помочь Нам Найти Ошибку Но Обычно Ради Этого Ради Этого Используют Какие-то Совсем Выколотые Значения Например Dead Beef То есть Вот Такие Странные Указатели Используют А В остальном Просто Взять И Занулить Ну Разве Что Это Какие-то Умные Указатели Возможно Это Умный Указатель Че Такой It Render Wall Да Нет Это Просто Обычный Указатель На Какой-то Класс Странная Странная Конструкция Господа Ну Тоже Классическая C++ Ошибка Написание Констант Справа То есть Напишем Мы Вот так И Это Не будет Даже Ошибкой Компиляции Вот Поэтому Чтобы Таких Косяков Не Делать Все Плюс Плюс Надо Просто Все Константы Слева Писать И не Мучиться Окей Ладно Деструктор И Деструктор Что-то Тут Происходит Там Позануляли Сделали Резет Саунд 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 Умеет Создавать Эмиттеры Саунда Окей Локатор Выдал Нам Эмиттер И мы Эмиттер Проинициализировали Его вернули Ну вот Здесь Единственная Проблема Что Здесь Нарушается Некоторый Принцип ОП Что Если у вас Есть Созданный Объект То Он Либо Есть И готов К использованию Либо Этого Объекта Нет Вот Здесь Используется Некая Двухэтапная Инициализация Ну Тут Конечно Мы Выделили Память И Проинициализировали Типа У нас Есть Пул Объектов Мы Его Попере Использовали Зачем Давать Возможность Кому Допустить Эту Ошибку То есть Смотрите У нас Есть Аллокатор Мы Из него Получаем Из пула Объект И Инициализируем Этот Объект Здесь Аллокатор Как Изделие Готовое Для Использования Допускает Возможность Неправильное Использование Получить Эмиттер И не Проинициализировать Его То есть Вот это Разделение На два Этапа Это Потенциальный Косяк На Этапе Компиляции Мы Можем Его Исправить Например Если вот сюда Передадим Ну мы естественно Должны поменять Аллок Если мы сюда Передадим просто Лямбда Выражение В котором Сделаем Нужную Нам Конструкцию Ну конечно Мы можем Тут еще Забыть И нит Позвать В идеале Конечно Вот сюда Лучше Передать Все Параметры Нужные Для Инициализации Эмиттера Но если Уж Совсем Никак Не получается То на Прошлом Стриме Мы говорили Про такой Шаблон Проектирования Как заморозка Вот его Реализацию Здесь Неплохо Было бы Иметь Давайте Посмотрим На Эмиттер Вот у него Есть метод Эмит И Вот если Его никто Не Проинициализировал По идее Мы не должны Иметь Возможность Звать его Методы Вот здесь Во всех Методах Эмиттера Должны Быть проверки А вообще Он Проинициализирован Был Или нет Если Проверка Не прошла Значит Кто-то Аллоцировал Эмиттер Но забыл Позвать Эмит Здесь Таких Проверок Нету Здесь Не реализован Шаблон Проектирования Заморозка И это Все Опять же Ну Код может Быть работать Он может Быть Тут Не Содержать Багов Возможно Во всей Кодобазе Никто Не забыл Позвать Эмит Но Сколько Этих Энитов Было Забыто Пока Игру До Отладили И Выпустили На полке Возможно Много Этих Энитов Или Возможно Один И это Стоило Недель Отладки А Если Бы Реализовали Шаблон Проектирования Заморозка То То Во всех Методах Эмиттера Проверяли Что Эмит Вообще Был Позван То Мы Хотя Бы На этапе Исполнения Ладно Не на этапе Компиляции На этапе Исполнения Бы Мы Проверяли А вообще Дизайн Класса Вот этот Лучше Быть Сделать Так Чтоб Сюда Все Необходимые Для Конструирования Эмиттера Параметры Сюда Отдавали И Не Заставляли Клиентов Этого Класса Всегда Звать Эмиттера Поэтому Господа Шаблоны Проектирования Придумывались Не просто Так Шаблон Проектирования Это подход Прием Который По инженерным Соображениям Не получается Сделать Библиотечным Кодом Его каждый Раз Из-за Огромной Кучи Нюансов Приходится Реализовывать Локально Но это Шаблон Проектирования Это вот Прием Который Выстрадан Годами Отладки Мучений И В среднем По палате Если вы Видите Такую Задачу Применяйте Такой Шаблон Проектирования В среднем По палате У вас Будет Меньше Косяков Вы Не будете Изобретать Велосипеды Ну Понятно Что Просто так Бездумно Лепить Везде Шаблоны Проектирования Это тоже Не самый Лучший Вариант Но это Лучше Чем Вообще Их Не 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 Использовать Потому Шаблоны Проектирования Это Какие-то Товарищ Десдуромок Спрашивает Какой умный Указатель В 2004 Году На самом деле Неправда Понятие Умных Указателей Было Уже В 2004 Году Их Не было В стандартной Библиотеке Но Подобные Шарит ПТР Конструкции В C++ Реализовывались И использовались Уже В те времена Проблем Их Реализовать Особых Не было Окей Окей Ну опять же Повторюсь Смотрите Вот Несмотря на Различные Проблемы С гигиеной Этого кода Которые Усложняют Его сопровождение Наверняка Они усложняли Ну в целом На масштабах Всей кода Базы Усложняли Разработку Этот код Было тяжело Отлаживать Его долго Делали Много Косячили Изо всех Вот этих Вот проблем Код Нормально Читается То есть Мы смотрим Ну окей Саундворд Аллоцирует Эмиттеры Система Анализа Кода Вполне Нам делает Навигацию По этому Коду То есть Мы не видим Тут какой-то Дичи В духе Жуткой Реинтерпретации Памяти Каких-то Там Дерганий Указателей Направо Налево Еще чего-то Ну какой-то Там Такой А-ля Скриптовый Код Place Listener То есть Разместить Какого-то Слушателя Если мы Записываем Демку То Ну Вот здесь Конечно В плане Дизайна Не очень То есть Получается В игре Мы можем Записывать Демку Ну и потом Демонстрировать Например Наше Прохождение И Получается Вот это Вот Режим Он Прососан Вообще Везде То есть Каждая Подсистема Вот судя По этому Коду Должна Проверить Если мы Пишем Демо И Должна Что-то Поделать А если У нас Есть Подсистема Которая Забыла Это Сделать То Что То есть Такие Вещи Конечно Демок Вот это Все Должно Делаться Централизованно И все Подсистемы Игры Каждая Не должна Сидеть И реализовывать Вот это Само Вот такие Инфраструктурные Вещи Должны Делаться Централизованно В одном Месте Один раз Отладиться И Через Них Должна Быть Работа Но Это Все Делается На этапе Проектирования Вот Такая Вот Штука Вот признак Вот этой Фигни Это Скорее Всего Главный Геймдизайнер Или менеджер Говорит Так пацаны Нам нужна Запись Демок Ничего не знаю Нужна Запись Демок То есть Вот такие Штуки Должны Делаться На Первоначальном Этапе На этапе Проектирования Чтобы нормально Работать Чтобы не Косячить А это По всей Видимости Какой-то Раш И Вкорячивание Уже В последний Момент Под требования Менеджеров Либо Не очень Грамотное Проектирование На старте Проекта А тут Нужно Сделать Небольшое Примечание Это Две Разные Кода Базы Исходный Код Непосредственно Самого Дума И графического Движка Графический Движок Идтек 5 По моему До сих пор Его исходные Коды не Были Открыты И Вот Графический Движок Как библиотека Они его Продавали Вот Это Не Оно То есть Мы сейчас Смотрим Код игры Который Был Написан Поверх Движка Это Если Вдруг Кто-то Начнет Думать Что Джон Кармак Сильно Плохой Код Писал На самом деле Мы не знаем Вообще Кто этот Код Писал Возможно Не Джон Кармак Потому что В основном Насколько я знаю Он занимался Именно Движком Ну ладно Цель наша Не в этом Цель наша Была Посмотреть Различные Куски Кода Пообсуждать Их Посмотреть Типичные Ошибки Которые Совершаются Потому что Все ошибки Которые Мы Посмотрели Это Не Что-то Новое Я Быстро И так Бодро Про Них Рассказываю И говорю Не потому Что я На ходу Это Соображаю Потому что Это Типичные Ошибки В коде Которые Везде Одинаково Допускаются И Их Можно Устранять Простыми Гигиеническими Правилами Окей Товарищи Давайте На этом Наш Код Ревью Исходного Кода Дума Завершать Напомню Если кто-то Еще хочет Полазить Посмотреть А как Это Все Устроено Например Сетевой Код Сетевой Код Третьего Квейка Это Нечто Идеальное С инженерной Точки Зрения Оно Работает И работает Классно Просто Погуглите На Гитхабе Все Исходники Есть Вы можете Посмотреть Чему-то Там Поучиться Дизайну Какому-то Классов Именованию Че Как Делается Все Открыто Без Каких-то Проблем Можно Даже Не себе Скачивать А прямо На Гитхабе Смотреть Ну На этом Аудит Кода Мы Заканчиваем Могу Поотвечать На ваши Вопросы Которые Вы не Хотели Задавать В процессе Товарищ Дездром Есть Три Класса А, Б, С, А и Б От Наследованного С, Количеством Объектов А, Б С Виртуальный Так, ну А и Б Унаследованы От С В классе С Заводишь Счетчик А, ну Не, не получится Ну тебе Нужно Так, нет Смотри, товарищ Дездромок Как сделать Такой счетчик Тебе Нужно Завести Новый Класс Д И этот Класс Должен Быть Ответственен За Конструирование Класса С То есть Класс С Не Конструируется Без Класса Д В классе Д Ты Заводишь Такой Счетчик И Теперь У тебя Для того Чтобы Конструировать Объекты Класса С Тебе Нужен Объект Класса Д В объекте Класса Д Он у тебя Будет Один На всю Программу Ты держишь Этот Счетчик И Дальше С ним Работаешь Space Greencat На законе Диметры Очень Классно Подметил Часто Хочется Его Нарушить Space Greencat Смотри Закон Диметры Это Формальный Признак Который Говорит О том Что Возможно В коде Что-то Не Так Это Не Значит Что Его Нельзя Нарушать То есть Нарушать Закон Диметры В целом Ничего Страшного Нету Это Нарушение Закона Это Никакой Незакон Это Я бы Сказал Признак Диметры Если У тебя В коде Вот этот Признак Срабатывает Ты Слишком Глубоко Лезешь Это Повод Задуматься Насколько Хорошо У тебя Абстракции Выражены В коде Но Зачастую Попадаются Случаи Зачастую Оценочное Такое Суждение Пардон Я просто На ходу Пытаюсь Соображать Бывают Случаи Когда Нарушение В коде Что-то Не так Сделано Что-то Неправильно Если Собрать Кучу Вот таких Эвристик В духе Закон Диметры Лисков Substitution Principle Single Responsibility Principle Вот Простые Инженерные Принципы Вот Если Их Все Вместе Собрать Они Начнут На самом Деле Друг Другу Противоречить То есть Невозможно Написать Код Какой-то Сложный Который Будет Абсолютно Всем Вовлетворять Это Не законы Даже Это Просто Эвристические Маркеры Того Что Возможно В коде Что-то Не так Поэтому Если Ты Нарушаешь Этот Принцип Ничего Страшного Главное Чтоб Ты Осознавал И думал Над Своим Кодом И Каждый Раз Когда Нарушаешь Этот Принцип Ты Смотрел На Код И Прикидывал А Нельзя Липа Лучше Переписать А Нет Ли Тут Проблем У меня Есть ли На Линуксах Вижел Студия И Что Бесплатно Товарищ Пават 001 Вижел Студия Есть Давно Бесплатно Community Edition Community Edition Вижел Студии В ней Можно На C++ На C Sharp Списать На Чем Угодно Нативно На Линуксе Я не уверен По-моему Нету Но Ты На Линуксе Всегда Виртуальную Машину Можешь Поднять С виндой И Вперед То есть Поднимаешь На Линуксе VirtualBox С виндой И Все Никаких Проблем Я Вот так Вот Уже Давно Перестал Спрашивать А Есть ли На Винде Какая-то Линуксовая Тула У меня Для таких Задач Виртуальная Машина Поднял Виртуальную Машину Пошел Ну На Винде В последнее Время С этим Вообще Все Прекрасно Там Появился Линукс Сабсистем Фо Виндоус Прям Встроенная Можно Сказать Виртуальная Машина Которая Даже Не Совсем Виртуальная Машина Но Тем Не Менее Так Что Вот Вполне Рабочий Время В Промышленном Программировании Разработка На Виртуальной Машине Это Очень Часто Встречающаяся Конструкция Когда Ты Сидишь На Винде Ну Вот Я В Двагисе Когда Сидел Это Была Очень Частая Задача У Меня Прям На Рабочей Машине Это Была Часть Рабочей Обстановки У Меня Стояла Винда И С Виртуальной Убунтой У У Это Частая Была Задача Запуститься В Убунте По Подлашивать Двагис Именно Там Посмотреть Поработать Так что Я Не Вижу Проблем На Линуксе Поднять Виртуальную Машину С виндой И 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 Даже Для Коммерческой Разработки Не Опасно ли Передавать В Лямбду Как Шаблон Нет Не Опасно В чем Опасность Как Объяснить Пользователям Что Там Мы Ждем Для Такого Случа Если Тебе Сложно Объяснить Пользователю Что Ты Ждешь От Этой Лямбды То Нужно Уже Ждать Не Лямбду А Напиши Интерфейс И Принимай Ссылку На Интерфейс Как Какая Это Сущность Со Своим Названием С Правильным Названием Методов С Хорошим Названием Аргументов Уже Даст Понять Пользователям А что Там Ждут Ну Вот Тот Пример Кода Товарищ Дездрома Который Мы Смотрели Если Вот Это Сильно Сложно Заводить Интерфейс Неохота Лямбду Применять Как Минимум Можно Использовать Шаблон Проектирования Заморозка Я Уже Выложил На Ютуб Нарезку С Прошлого Стрима В ссылках На Ютубе Там Есть Ссылка На Первый Номер Журнала Практика Функционального Программирования Там Автор Статьи Евгений Кирпичев Очень Подробно Расписывает Что Такое Шаблон Заморозка И Как Его Делать В целом Шаблон Заморозка На самом деле Он Не От Хорошей Жизни По Хорошему Надо Это Делать Все На Системе Типов Поскольку Шаблон Заморозка Позволяет Вот Такие Двухфазные Инициализации Отлавливать На Проблемы Двухфазной Инициализации Отлавливать В момент Исполнения Хорошо Бы Вообще Такое Отлавливать На Этапе Компиляции Вот Но Иногда Приходится Некий Трейбаланс При инженерии Соблюдать Иногда У нас Легаси Код У нас Иногда Нету Времени На Рефакторинг И надо Хотя бы Какую-то Защиту Сделать Иногда У нас Можно Может быть Проблема Вот Как ты Говоришь Как Объяснить Пользователям Иногда Сложно Объяснить Пользователям Иногда Все-таки Двухфазная Инициализация Более Понятна Пользователям Более Очевидна То есть Пользователю Очевидно Что надо Позвать Нит А что Передать В лямбду Ему Не очевидно Ну то есть Сложно Задокументировать Наше Решение Ну тогда Надо Использовать Заморозку Но как Мы видели Там в коде Никакой Заморозки Там не было Там не было Проверок Что нам Эмит Позвали На очередной Эмиттер Там не было Явно Выделено Двухфаз Существования Объекта Если В общем Вы хотите Чтобы мы Ваш код Посмотрели Я бы Сказал Где Вам Куда Вам стоит Расти На какие Моменты Стоит Обратить Внимание Где В коде Вы Косячите И как Лучше Не Делать То Присылайте Мне Ваш Код Как Со мной Связаться Прямые Сообщения В Твиче Открыты Не Заблокированы Можете Мне Напрямую В твич Писать Некоторые Из вас Знают Мою Электронную Почту На Ютюбе В описании Канала Там По Моему Общение Для Более Оперативной Связи У меня Есть Телега Ну Там Обменяемся Контактами Че Как В общем Найдем Способ Главное Если Вы Хотите Чтоб Ваш Код Побывал На стриме И мы Мы Его Пообсуждали Пишите Мне Можно На Вентилятор Набросить Какой Первый Язык Программирования Учить Товарищ Абармотик Спрашивает Товарищ Абармотик Действительно Набросил На Вентилятор Смотри Есть Два Мнения Мне Знакомы Два Мнения Есть Два Разных Лагеря Которые Говорят О том Какой Первый Язык Программирования Нужно Учить Давай Я Не Буду Говорить О том Какой Первый Язык Программирования Нужно Учить В Пятом Классе Я Не Сильно Знаком С Методикой Обучения Вот Такой Начальной Школы Начало Средней Школы Потому Что Там Дети У них В целом Знаний Мало Они Не так Хорошо Знают Математику Они Только Писать Читать Научились То Пятый Класс Ты Выпустился Из Началки Ты Научился Писать Читать И Считать Я Не Буду Обсуждать Какой Язык Программирования Лучше В тот Момент Начинать Учить Если Ребенок Это Интересно Скорее Всего Ему Нужно Дать Лего Майндсторм И Все Почему Я Это Не Буду Обсуждать Я Не Знаю Ответа На Этот Вопрос Сложный Вопрос Если Бо У меня Был Ребенок И В пятом Классе Я Был Научить Его Программировать Скорее Всего Я Был Лего Майндсторм Подсунул Я Предположу Что Товарищ Бармотик Твой Вопрос Касается Вузовского И Профессионального Образования То У нас Человек У нас Человек Поступает Вуз На Программиста Или Поступает В Заведение Среднеспециального Образования В какое-то Училище Возможно Чему Там Лучше Начинать Учить Программировать Первый Язык Программирования И Вот Именно В плане Профессионального Образования Смотри Здесь Есть Два Лагеря Есть Первый Лагерь Который Говорит Что Надо Учить Сразу По Нормальному Надо Брать Язык Программирования Максимально Современный Максимально Избавленный От Пережитков Прошлого И В котором Сразу Показывать Людям Как правильно Писать Какой Правильный Дизайн Вообще Языка Программирования И Вот Ответ На этот Вопрос Вот Вот Этот Лагерь Говорит Что Нужно Брать Самый Продвинутый Самый Нормальный Язык Программирования Да Это Должен Обязательно Это Должен Быть Язык Промышленного Программирования Если Мы Говорим О Промышленном Программировании Первым Языком Программирования Не Должен Быть Какой Нибудь Паскаль То Есть Это Миф И Паскаль Учит Он Учит Просто Базовым Каким Азам Алгоритмики Которым В целом Уже Учат В школе На Уроках Информатики Если Мы Говорим О Промышленном Программисте У У нас Очень Ограниченное Начнет Писать Код Поэтому Язык Программирования 100% Первый Должен Быть Промышленным Нормальным Языком Программирования То есть Это Либо C++ Либо Java Либо C Sharp Либо JavaScript Примерно Вот так Это Самое Распространенное Что есть На рынке Все Остальное Это По-прежнему Это Все-таки Нишевые Языки Программирования Как бы Они Кому Не Нравились Как бы Чего Про Них Не Говорил А Python Да JavaScript C Sharp C C++ Python Java Вот Это Вот Пятерка Вот Из этой Пятерки Кто-то Должен Быть Первым Языком Программирования Причем Эта Пятерка Менялась По Времени В Какой-то Момент Не Было C Sharp Была Только Java Но Потом Появился C Sharp Вот И Вот Есть Лагерь Который Говорит Нужно Брать Самый Избавленный От Всякого Допотопного Мусора И Имеющий Самые Продвинутые Правильные Конструкции То есть Этот Лагерь Говорит Нужно Сразу Показывать Людям Как Правильно И Во Времена В 2000 Года Этот Лагерь Говорил Что Нужно Сразу Учить Программировать На Java Чуть Позже Этот Лагерь Начал Говорить Что Нужно Сразу Учить Программировать На C-Sharp А только Потом Людям Показывать C и C++ Это Один Лагерь Есть Второй Лагерь Второй Лагерь Говорит Что Нужно Идти С Нижнего Уровня На Верхний Сначала C Потом C++ Потом Java Или C-Sharp Потом Уже Python То есть Нужно Людям Показать Сначала Как Внутри На самом Нижнем Уровне Устроена Машина То есть Вот Я Учился Программа В моем Вузе В В В то Время Когда я Учился На факультете Информационных Технологий НГУ Программа Была построена По первому Принципу Нам Сначала Давали Вообще Электрику И электротехнику Просто Транзисторы Резисторы Потом Следующим Курсом Шла Цифровая Схемотехника Потом Следующим Курсом Шло Программирование Ну вот эти вот Программируемая Логика Параллельно С этим Параллельно С этим Нас Учили С Потом Был С Плюс Плюс Потом Была Джава То есть Меня Учили По этой Школе Вопрос А к какой Школе Относится Стример Смотрите Товарищи Вот у меня Нету Сформировавшегося Мнения Какая Из этих Какой Из этих Лагерей Лучше Но я Больше Всего Склоняюсь К первому лагерю Который Сначала Нужно Учить Верхнеуровневым Языкам Программирования Сначала Си Шарп Сначала Научить Си Шарп Как Из всей Этой Пятерки Самый Продвинутый Самый Такой Передовой Язык Программирования Асинк Авейты В Си Шарпе Появились Реактивное Программирование Которое В терминах RX Реактив Экстеншн Были Изобретены В Си Шарпе Си Шарп Находится На переднем Краю И Все самое Крутое Происходит Там Ну Последнее Время Нет Последнее Время Си Шарп Замедлил То есть Тут уже Вопросы А питон Или Си Шарп Ну вот То есть Я ближе Сторонник К лагерю Именно Этому Но тут У меня Есть Некоторая Проблема Поскольку Я Не обладаю Достаточной Властью Чтобы на Факультете Это поменять Я всего лишь Семинарист На нашем Факультете Поэтому Это мое Теоретическое Предположение Которое мы Обсуждали С другими Очень опытными Преподавателями Обсуждали Методологию Преподавания Говорили о том Че и как Нужно Преподавать Смотрели Разговаривали То есть Вот в каких-то Этих обсуждениях В опыте Работы Со студентами Вот Я больше Склоняюсь К этому Лагерю Но На практике Не было Возможности Проверить Есть один Пример Который Показывает Что Вот эта Схема Работает Что сначала Верхний уровень В языке Программирования Насколько я знаю Программирование В MIT В Массачусетском Технологическом Университете Или институт Он институт Массачусетский Технологический Институт Если не ошибаюсь Начинать с верхнеуровневых Языков Одно время Они начинали Учить Программирование Со схемы Потом Они перешли На Python Если я не ошибаюсь Ну и там Большой университет Я Там может быть Разные Разные факультеты Я точно Всей кухни Не знаю Ну вот Как один из примеров Вот в наших обсуждениях Мы смотрели Что вообще-то В MIT Сначала учат Не сям Вот Ну Пардон За грубость Свечку Я там не держал Вот То есть Ответ на вопрос Какой первый язык Программирования Промышленного Программирования Вот при поступлении В университет C-Sharp Или Java Но тут нужно Видишь Товарища Бармотики Еще возникают Нюансы Есть локальный рынок Прежде Тут вопрос Куда наш вуз Поставляет кадры Если мы кадры Поставляем на локальный рынок А для большинства Российских вузов Мы поставляем кадры Прежде всего На локальный рынок То есть НГУ Прежде всего Поставляет кадры Для Офисов 2GIS Офиса Яндекса Которые открыты В Новосибирске Ну часть студентов Конечно разъезжается Там по миру И в гугл Вот от нас люди уезжают Но нужно смотреть На локальный рынок Кто у нас на локальном рынке Если у нас Весь локальный рынок Это джависты Надо начинать учить С джавы А не с C-Sharp И тут еще С другой стороны Прилетает Если у нас Локальный рынок Это сплошные джависты То Скорее всего Грамотных С-шарпистов Для преподавания Нам сложно будет находить Нам проще Будет грамотных Джавистов найти Вот Но тут уже Вот есть Некоторые нюансы И влияние По поводу Первого языка Программирования И если вы студенты Вы хотите Определиться А какой первый язык Программирования Мне учить Тоже нужно смотреть На рынок Ну вот С методологической Точки зрения Просто про абстрактное Образование В вакууме Я склоняюсь Скорее К лагерю Который Что Первый язык Программирования Должен быть верхним Уровнем Он должен людям Показать Что такое абстракция Инкапсуляция Как правильно Делается Наследование Правильной Инженерной Практики Не портить Человека Всякой Низкоуровневой Фигней И си Всякими Пережитками Прошлого Которые Мы используем И пишем Си Не потому что Так надо А потому что Блин Язык такой Дурацкий И его уже Не поменяешь Товарищи Бармотик Надеюсь Я ответил На твой вопрос Как стримеры Относятся Гарбач коллектору Стримеры Относятся Гарбач коллектору Очень утилитарно Гарбач коллектор Это Инструмент Симуляции Бесконечной памяти В некоторых задачах Он очень удобен В некоторых задачах Он Не проходит Требования По Производительности В целом Ну Очень удобный Качественный Инструмент Современный Гарбач коллектор Некоторые Компьютерные Игры Его используют Например Майнкрафт Написан На Джаве И в онлайн Написан На Си Шарпе Дальнобойщики Третьи Для критического По производительности Кода Использовали Си Плюс Плюс Для некритического По производительности Кода Использовали Джаву И Вот Из опыта Разработки Дальнобойщиков Джава Никогда Не была Критическим По производительности Местом В дальнобойщиках По итогу То есть Ну понятно Что мы С умом Подходили К выбору Языка На котором Писать Ту или иную Подсистему Но по итогу Джава Никогда В дальнобойщиках Не тормозила Мы были Полностью Ей довольны Поэтому Но есть Очевидные места Где Гарбач коллектор Это Его невозможно Использовать Система реального Времени Гарбач коллектор По определению Это Не Конструкция Реального Времени Поэтому в любых Системах Реального Времени Мишн Критикал Системы Гарбач коллектор Ну невозможно На принципиальном Уровне Юрио Project Ламбок Must have При разработке На джаве Ну я бы сказал Да Весь Последний Код Который Я пешесал На джаве Ламбок Я использовал Там с ним Есть некоторые Нюансы Джава Настолько Сейчас Быстро Развивается Что Многие Фичи Которые Раньше Давал Ламбок Они Появились В самой Джаве Но не все Поэтому В своих Небольших Проектах У нас Есть Например Бот Для Телеграма С товарищами Написан Бот Для Телеграма Который Умеет Делить Расходы На Компанию Людей Балансирует Расходы Там Решает Сложные Оптимизационные Задачи А этот Бот У нас На Джаве Написан Там Мы Используем Project Ламбок И жутко Довольны Моя Супруга Такими Переводами Они Используют Ламбок Поэтому Отличный Проект Отличная Библиотека Фреймворк Не знаю Как ее Назвать Рекомендую Посмотреть Если кто-то Не видел Рекомендую Посмотреть И Взять На вооружение При возможности Полностью Поддерживается Кстати IntelliJ IDEA IntelliJ IDEA Знает Что При установке Плагина Соответствующего Знает Что такое Ламбок И отлично С ним Работает Нет Никаких Проблем Продолжение следует